здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала приветствую вас как всегда в огороде как я говорю место встречи изменить нельзя но теперь я могу посидеть мне рома лавочку поставил и у нас вообще очень много изменений в огороде сейчас поверну камеру и вам покажу ну это вот без изменений как всегда и склявая посмотрите весь огород переделали грядочки сдвинули поуже поставили вернее поближе поставили по уже сделали расстояние между ними и потому что мы хотим поставить здесь тепличку у нас есть небольшая такая тепличка 2 на 2 с половиной метра вот рома будет делать фундамент и мы ее здесь установим посмотрим как она проживет а так остальное вроде все ничего все выпало ли все почистили картошка что тут было выкопали было не очень много но я думаю что на следующий год она прорастет потому что картошками у нас везде растет я что-то уже посадила сейчас я вам покажу тут правда не видно еще пока не сходит вот у меня артишоки и до винограда виноградную лозу посадила и до винограда здесь у меня посажен горох то есть он будет виться вот по этой вот сетки про тот участок я вам рассказывать сейчас не буду увидите все в видео здесь у меня тоже планы новое дерево какой-нибудь посадить срубили мы этот старый умерший персик жалко его конечно вот рододендроны вроде как отошли даже за цвести собирается вот этот розовый вот видите цветочки девки а девки я закрываю ромка опять сегодня забыл сетку закрыть красавицы наши рогатые могут запросто здесь прийти сейчас я это все исправлю завтра обещают дожди а сегодня мы решили заняться вот этой площадочкой который на этаж ниже нашего основного земельного участка ромашка сегодня все тут скосил вернее он скосил еще вчера землю порыхлил и посадили мы картошку можете посмотреть на коротком видео картошечка вот у нас до этой до этого угла а здесь мы рискнули посадить лук цибульку как он сказал вот и жнец и швец и на дуде и грец на все руки от скуки мастер золотые руки еще про него сказать в общем все что хорошего в работе это все про него хозяин соскучился по своему семейному земельному участку по дому и вот всю эту энергию всю силу отдает нам спасибо ему большое вот мы видите нашли вот такую площадку мы хотели здесь цветы посадить у меня есть два пакетика цветов старенькие правда они но они для луга для луга вот такие разные для пчелок и ну и конечно для наших коз ну куда же без них мы денемся но когда стали вскапывать землю рыхлить обнаружили бетонную плиту что здесь было мы не знаем но скорее всего какой-нибудь стоило или для кур у ромки идея возникла сделать здесь курятник хорошая идея вот сейчас мы снимем верхний слой земли кстати земля очень хорошая прямо перегной мы ее оставим я ее соберу в горшки в цветочные подождем пока дождем ее помоет один разочек прольет дочь кстати завтра обещают и мы ее конечно же используем под назначению самая хорошая перегнойная земля то есть хозяин сказал такое я ему склонна верить да я и сама вижу что земля хорошая и еще смотрите-ка склад нашли мусорка здесь было видать я не знаю или сверху бросали там вот мусорки у нас стоят вот ну и люди у нас мусорные не про всех говорю конечно но очень много таких свинюшек которые бросают сюда хотя рядом стоит бидон для шпацатуры как в италии говорят вот такие вот у нас сегодня утренние дела а а это кучка скошенной травы и вы вытащенной выдернутой так сказать прополка прошла у нас сначала мы решили ее использовать в дело как я слышала на канале у одной огородницы у нее миллион подписчиков больше миллиона она сказала что сорняки для меня это так сказать золото драгоценность она складывает их в черные мешки оставляет немножечко попреть и потом делает замечательную подкормку для растений вот я последую ее примеру так как я человек не опытный так сказать не волшебник только учусь то есть хочу все попробовать вот что посмотрела на ютюбе и что считают дельным буду все пробовать использовать и потом уже буду решать идет для не меня или не идет потому что у нас регион немножечко другой то есть погодные климатические условия немножко отличаются от тех кого я смотрю но все равно в основном то все то же самое кроме мусора конечно вот ромашка копает едем за цементом по таким делам я езжу есть у нас недалеко от дома между нашей деревне и баргалии такая вот фирма строительная вернее она не строительная фирма фирма со строительными материалами а это я на кочках так вы меня уж извините здесь немножко дороговато но она недалеко от нас то есть что-то надо быстренько перехватить купить мы сюда ездим вот сегодня нам надо цемента 5 мешков закончить заливку пола и еще начать мы хотим эту тепличку поставить а там нужна бетонная подошва вот мы и приехали все что в россы продается песок вот такой гравий там еще какие-то камни оно все здесь недорого но плохо то что тебе привозят на самосвале около дома около калитки сваливают вот такую кучу и потом надо ее перебрасывать на место мы предпочитаем покупать в другом месте где уже в больших мешках я вам покажу мы туда обязательно поедем и вот для чего требовался цемент рома выложил здесь подровнял пол мы хотели сначала всю плитку вот такую вот здесь выложить но потом решили что не стоит опчинка выделки она старая с трещинами поцарапанная вся но убирать ее тоже очень много пыли и времени и средств поэтому решили просто вот этот промежуток где ничего не было залить цементом и сверху у нас будет еще напольное покрытие ну его мы пока не купили но присмотрели то есть вот такие вот у нас на сегодня дела как хорошо все-таки что у нас есть вот этот пятачок то есть так называемый задний дворик смотрите мои ирисы поднялись чувствует себя неплохо всю траву которую мы сегодня скосили и выщипали с ромкой на картофельном нашем маленьком поле я сложила в пакеты это пакеты из-под земли 70 по моему 70 до 70 литров и один вот такой большой пакет я сейчас сюда налью немного воды но не так чтобы трава плавала а так чтобы она была мокрая и чтобы она там как бы начала ферментироваться то есть подгнивать так сказать вот еще пакет вот и она должна дня три стоять в этих мешках вот под солнышком правда завтра дождь передают но только на один день я думаю что дня через три через четыре через пять у меня получится хорошее удобрение рома косил траву внизу там на нашем маленьком картофельном поле и подстриг вот таким образом обрезал ирисы там были ирисы такие нежные желто-сиреневые очень красивые но не заметил в траве трава высоченная закрыла я уж его не ругаю чушь делать-то корни целые я их сейчас посажу какой-нибудь горшок и они отойдут вырастут новые так что у меня еще один вид ирисов будет здесь и вот теперь про эту лавочку кажется что она криво стоит но ромка ее вымерял по отвесу то есть она ровненько здесь просто земля покатая поэтому так кажется ну я этот дефект скрою я уже придумала как потом вам расскажу не буду все секреты открывать может быть не получится но должно получиться во всяком случае я так думаю что это не очень сложно и это же лавочка с этой стороны и с другой стороны с лицевой очень удобная не знаю откуда она у нас появилась по моему из этого дома туда можно что нибудь убрать совки лопатки покрывной материал то есть привести ее в порядок и замечательная лавка сделано конечно вот тут немножко по кустарному ну я думаю сойдет и так нашла обломанную веточку с радодендрона с цветочком как жалко кто-то обломил или кошки или может быть мы неаккуратно сетку ставили но во всяком случае поставлю сейчас воду может быть распустится цветочек а я хочу с вами попрощаться до следующего видео сейчас смонтирую то что за сегодняшний день сняты это будет все с утра и до вечера то что происходило с нами сегодня то что мы делали вернее как мы работали вот происходило то но еще больше всего но просто уже сил нет ребята честно вам говорю сил нет и к вечеру монтировать видео все равно я всегда с вами подписывайтесь на телеграм-канал там 15 подписчиков у меня уже появилась я правда и сюда выставляю маленькие коротенькие видео и туда стараюсь чтобы видно было что канал работает то есть не пустой так что увидимся и там и здесь там вы можете даже свои видео и фото поставить то у вас растет цветет как чем вы занимаетесь в общем удобная такая вещь телеграм-канал но надо его развивать что мы будем делать я думаю вы мне поможете а сейчас пока пока до следующего видео с вами была надя ну тут про мелькнули кошки хельмут и рома был вот еще как же я самого-то главного сегодняшнего героя забыла и рома еще был пока пока всем вам здоровья всем добра привет большой из деревни муранагу